В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Надеемся, что они будут приходить, добываться своим творчеством и ухаживать за своими саженцами. С жителями поселка Развилка, которые ждут переселения из ветхого фонда, встретился глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. По муниципальным квартирам, по первой очереди, мы обо всем в том количестве, в котором было необходимо, застройщикам проведены переговоры. Юные активисты приняли участие в интерактивной игре и продемонстрировали свои знания в области права и избирательного законодательства. Все ребята показали хорошие знания, и помимо этого было прекрасное настроение. В Ленинском городском округе, как и по всему Подмосковью, продолжается эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Одной из площадок муниципалитета стала набережная реки Купеленка. Жители микрорайона посадили именное дерево в честь своего героя, воевавшего за родину. Военные песни, прекрасная солнечная погода и дружные соседи. Набережная реки Купеленка стала одной из 53 площадок муниципалитета, где проходит акция «Лес Победы». Сотни жителей микрорайона собрались, чтобы посадить дерево в честь своего героя. Почетно, честно говоря. Чувствуется гордость за все поколения, которые сражались. Что-то сделать. Пришли целыми семьями. Лопаты и лейки в руки взяли все. И совсем еще малыши, и их родители с бабушками и дедушками. У нас отличный дружный микрорайон. Очень много молодежи, детей много. Так что вот почаще же желательно такие мероприятия проводить. Набережную украсят более тысячи различных кустарников, а также саженцы туи и березы. Все они достаточно просты для высаживания и неприхотливы в уходе. Кстати, место для посадки белосвольных выбрали не случайно. Здесь исторически была березовая роща, которая сильно пострадала от ледяного дождя 2010 года. Каждый житель сейчас, посадив свой кустарник, причем сегодня мы заметили, как они бережно к этому относились. От маленького поколения до более взрослого. И мы надеемся на то, что все-таки они будут приходить, любоваться своим творчеством и ухаживать за своими саженцами. Всего в рамках акции «Лес Победы» на территории муниципалитета высадят более 19 тысяч деревьев и кустарников. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Не первый год в старом поселке Развилка остро стоит вопрос о расселении ветхого фонда. До недавних пор местным жителям казалось, что проблема никогда не сдвинется с мертвой точки. Но в конце апреля у людей появилась надежда на светлое будущее. После встречи с главой Ленинского городского округа Дмитрием Абареновым были выработаны пути решения вопроса. На днях глава снова встретился с жильцами, чтобы рассказать о планах по расселению. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. На прошлой встрече глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов сообщил жителям старого поселка Развилки о том, что застройщику домов, куда планировалось переселить людей, удалось урегулировать все свои финансовые проблемы, и строительство многоэтажек уже началось. Со следующего года собственников начнут расселять в два этапа. Администрация муниципалитета взяла ситуацию под личный контроль. Это то, что мы, собственно, ждали все эти, в общем-то, с 2014 года практически. Поэтому, конечно, она была очень результативной. И, кстати, после этой встречи началось закрепление квартир. Процесс пошел. Это очень важно для нас, жителей. Жители стали реально приглашать бронироваться. Мы забронировали свои квартиры, ну, кто куда хочет переехать. Каждому что-то предложили. Как и планировалось, через две недели после первой встречи, глава муниципалитета снова собрал жителей старого поселка, чтобы рассказать новости по переселению людей из ветхого фонда. 12 соглашений на сегодняшний день подписаны. По муниципальным квартирам, по первой очереди, мы обо всем в том количестве, в котором было необходимо, застройщикам проведены переговоры. На следующей неделе те, у кого муниципальные квартиры, мы предлагаем, чтобы мы уже сотрудника здесь посадили, уже с вами обсудили те, у кого муниципальные квартиры, соответственно, кто куда. Совместное решение администрации и застройщика найдено и для расселения коммунальных квартир. Коммунальных квартир в новых домах быть не должно. Соответственно, если коммунальные квартиры предоставлены жителям по договорам социального найма, застройщик будет передать в муниципальную собственность однопомнительные квартиры. Такая же ситуация будет с квартирами, которые находятся в частной комнатах, которые в коммунальных квартирах в частной собственности находятся. В этом случае застройщик сейчас рассмотрит вариант определенного перепроектирования для того, чтобы жилая площадь была максимально привлечена. Но это будет в любом случае индивидуальные квартиры отдельно от одной комнаты. В первую очередь переселение затронет жильцов домов номер 1, 3, 5 и 8. Эти строения считаются наиболее аварийными. Новые квартиры люди получат в 2022 году. В 2023 году застройщик расселит остальные три дома. Представитель строительной компании обещает, что микрорайон будет полностью благоустроен и на его территории появится вся необходимая инфраструктура. Был вопрос относительно детских садов, школ и поликлиники. В первую очередь поликлиника, наверное, она близко к 10 дому. Здесь многофункциональный спортивный комплекс. И далее детский садик. Вот тут, рядом с 12 домом. Объекты социально-потового служения, магазины и так далее, то есть во вторую очередь. Администрация муниципалитета будет продолжать контролировать процесс взаимодействия жителей с застройщиком и помогать людям без потерь переехать в новые квартиры. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого. Жители Подмосковья до конца мая могут проголосовать на портале Добродел за места для установки эко-пунктов, в которых принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку. В приоритетном порядке их установят в общественных зонах. Первые такие пункты появятся в общественных местах Подмосковья уже в июле. Всего запланирована установка 900 подобных автоматов. В Ленинском городском округе прошел День молодого избирателя. Юные активисты муниципалитета приняли участие в интерактивной игре и продемонстрировали свои знания в области права и избирательного законодательства. О самых сложных вопросах и о том, кто же стал лучшим из лучших, наш следующий сюжет. День молодого избирателя отмечается в нашей стране с 2007 года. И Ленинский городской округ, конечно, не исключение. В здании Дворца культуры в Видном прошло мероприятие, посвященное этому празднику. Мы уже не первый год проводим мероприятие, посвященное избирательному процессу, для того, чтобы повысить интерес наших молодых избирателей, граждан, к выборам, к тому, что надо все-таки занимать активную гражданскую позицию. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поприветствовал юных активистов муниципалитета и поучаствовал в БЛИЦ-опросе, в ходе которого собравшиеся могли задать ему интересующие вопросы. Какие планы, направления своей деятельности вы выделяете? Основные направления моей деятельности заключаются в помощи общеобразовательным учебным заведениям, это школы, детские сады. Материальная база там не всегда та, которая требуется, поэтому я системно помогаю. Помогаю общественным организациям, ветераны, инвалиды, молодая гвардия и так далее. Юные активисты приняли участие в интерактивной деловой игре, организованной территориальной избирательной комиссии. Ребятам предстояло продемонстрировать свои знания в области права и избирательного законодательства. Назовите документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом избирательном участке, вместо того, которому он прописан по месту регистрации. В игре приняли участие три команды – представители молодежных организаций округа, молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа, молодой гвардии «Единой России» и студенты Московского регионального социально-экономического института. Все ребята показали хорошие знания, и помимо этого было прекрасное настроение. То есть выборы, избирательный процесс, он на самом деле не скучный, а довольно-таки интересный и увлекательный. Такие мероприятия обязательно должны проходить. Очень приятно, что большое количество молодежи поддержало данное мероприятие. Приятно видеть действительно веселых, позитивных, радостных молодых людей. Экспертное жюри оценивало ответы участников. В результате была выбрана самая сильная команда. Рад, что нам сегодня удалось занять первое место, но это не главное. Главное – это участие, и главное, чтобы распространять знания о такой теме среди молодежи, чтобы наша молодежь была более начитана. Второе и третье места заняли, соответственно, команды Московского регионального социально-экономического института и молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа. Все участники получили не только массу положительных эмоций, но и подтянули свои знания. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, ВИНЭТВА. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов встретился с местным отделением Всероссийского общества инвалидов, чтобы познакомиться с ними и узнать, чем живет организация сегодня. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Дружеская встреча, а именно так назвала ее председатель общества инвалидов Наталья Рящина, состоялась в Центральной библиотеке. На нее пригласили благотворителей и тех, кто всячески поддерживает организацию. Мы хотели бы поближе познакомиться с главой, чтобы он узнал о нашей работе, чем мы живем, чем мы дышим, какие у нас планы. Я была на личном приеме у Дмитрия Александровича и сразу увидела человека неравнодушного. Пригласила поближе познакомиться. Дмитрий Абаренов выступил перед собравшимися, поздравил их с прошедшим Днем Победы и вручил подарки от администрации округа. Всегда говорят люди с ограниченными возможностями здоровья. Я всегда говорил по-другому, люди с неограниченными возможностями здоровья, потому что то упорство, ту силу воли, которая есть у людей, входящих в общество, не перебьет никто. Также членов общества поприветствовали все почетные гости мероприятия и с теплотой рассказали о сотрудничестве с организацией. Это люди, которые с активной жизненной позицией, они участвуют практически во всех мероприятиях общественного значения на территории городского округа. И я думаю, что они всегда будут надежной опорой и поддержкой администрации города и общественных организаций, которые работают на территории муниципалитета. Во время неофициальной части прошел концерт для членов общества инвалидов с участием местных артистов. Репертуар состоял преимущественно из песен военных лет, ведь выступление проходило в дни празднования Великой Победы. Первым делом, первым делом, самолеты! Ну а девушки, а девушки потом! На встречу пригласили членов общества инвалидов старшего возраста, которым эти композиции были особенно близки. Так организовано все прекрасно. И это мужчина пел тоже военные песни, а девушка всех покорила. Завершилось мероприятие совместным фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина начал свою работу новый музыкальный проект «Подмосковные вечера». Его организаторы – сотрудники Центра культуры. Каждый четверг в 19.00 местных жителей и гостей будут ждать музыкальные программы на открытом воздухе. Я одна, я одна, мне доска не доска, мне и день не видит, мне и ночь на ракахах. Музыка на открытом воздухе – это совершенно другое восприятие. Так считают сотрудники Центра культуры совхоза имени Ленина. Именно поэтому возникла идея проводить концерты под открытым небом на протяжении всего летнего сезона. Лето тепло, пора выбираться на улице, потому что обстановка, соответствующая погода, теплая, без ветря, без дождя, располагает хорошим временем. В первый подмосковный вечер для посетителей мероприятия прозвучали песни на музыку Григория Пономаренко и других советских и российских композиторов. Сегодня мы планировали провести мероприятие, посвященное Григорию Пономаренко. У нас была замечательная программа. В следующий раз мы планируем взять что-то из 90-х, а в следующий раз мы планируем взять что-то роковое, молодежи дать возможность выступить и так далее. Также были исполнены фольклорные произведения, ведь концерт проходил в День жен-вероносец. Влияние этого дня, конечно, было, потому что мы ориентировались на репертуар именно женской направленности, про любовь, про нежность, про верность, то есть про все женские качества, которые очень важны в нашей жизни. На музыкальный вечер собрались жители разных поколений. Они с большим удовольствием подпевали артистам и танцевали. Первый раз на подобном мероприятии здесь, в совхозе, и я хочу сказать, что я в восторге. Такие таланты, талантищие, я бы сказала. Почему они веселятся мужчинского наслаждения? Потому что они веселятся. Детей мы веселяли, посмотрели. Как обещают организаторы, каждую неделю планируется разнообразная музыкальная программа и еще добавятся интерактивные игры для детей. Наталья Буслаева, Максим Козлов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова